Привет дорогой друг канала час ремонт, а в этом выпуске я собрал для тебя лучшие модели лобзиковых станков. На первое место моего рейтинга встает модель от марки Белмаш, обладает весьма скромной мощностью 120 ватт, что не мешает ему с успехом использоваться в домашних или профессиональных столярных мастерских. Умеет выполнять самые разные виды резки, криволинейную, продольную и даже снимает фаску. Вся конструкция модели собрана в аккуратный и удобный станок. Основу представляет чугунная станина, которая обеспечивает устойчивость. На ней размещена основная конструкция, двигатель и сама главная часть, с которой пользователю предстоит работать. Это рабочий стол размером 25 на 41 сантиметр. Он алюминиевый и может наклоняться на угол до 45 градусов. Это поможет делать косые срезы и снять фаску. Пилочки сюда подходят размером 133 миллиметра. Частота ходов пилки составляет 1300 в минуту, но величина не фиксирована, ее можно плавно регулировать. Поворотный регулятор находится рядом с кнопками включения и выключения. За приведение пилки в движение отвечает коллекторный двигатель. Максимальная высота заготовки, которую позволяет обрабатывать конструкция, составляет 45 миллиметров при угле 90 градусов. Непосредственно над рабочим столом вокруг пилки опускается прозрачный пластиковый кожух, защищающий оператор от опилок. Тут же к конструкции пильной рамы подведен шланг для обдува рабочей области. Уберет лишние опилки, мешающие работе. Если работать требуется при недостаточном освещении, то станок выручит гибким рукавом светодиодной подсветки. Гнется во все стороны, так что направить его можно куда и как угодно. Из дополнительных удобных мелочей выделю наличие на станине отверстий для крепления к верстаку. Это добавляет устойчивости и монолитности конструкции. Дополнительно к модели можно подключить пылесос через специальный раструб на корпусе. Довольно интересный, компактный и легкий станок для самых разных видов работ с деревом. Обладает низким уровнем шума и за счет своей простоты отлично подходит начинающим. Обойдется эта модель примерно в 12 тысяч рублей. Не забывай, дорогой друг, что все модели из этого рейтинга, как и всегда, будут аккуратно собраны по ссылкам в описании. Так что если ты найдешь станок, который тебя заинтересует, то сразу беги туда. Тем более, что там тебя будет ждать небольшой приятный бонус в виде промокода. На второе место у нас с тобой становится модель от Райоби. Одного взгляда достаточно, для того, чтобы заметить, насколько этот станок похож на предыдущий своей конструкцией, за исключением некоторых мелких деталей и нюансов. Ориентирована модель в первую очередь на работу с древесиной и некоторыми видами пластика. В основе конструкции все также лежит чугунная станина, она придает станку веса и устойчивости. Дальше установлена рабочая поверхность и нависающая над ней пильная рама с механизмом подачи пилки. Скорость движения этой самой пилки в этой модели может достигать 1700 ходов в минуту, но ее можно плавно регулировать для каких-то деликатных работ. Регулятор здесь, так же как и в предыдущей модели, находится рядом с блоком кнопок включения и выключения. Еще в этой конструкции в глаза бросается нависающая гибкая рука подсветки. Модель собрана довольно аккуратно, есть даже некоторое присутствие стиля и дизайна в округлых формах. Модель обойдется примерно в 20 тысяч. Очень просто в освоении, имеет легкий вес, но при этом устойчив. Немного подкачала система подсветки, которая светит слабо и не всегда туда, куда нужно. Обязательно подпишись на канал Час Ремонта, дорогой зритель. Свежие выпуски с самыми актуальными товарами для дома, дачи и сада выходят здесь регулярно. А еще поддержи меня своим лайком и душевным комментарием. На третьем месте мы с тобой встречаем модель от марки Zubar ZSL90. Конструкция представлена в нейтральном сером цвете с вкраплениями фирменного красного цвета на некоторых элементах. Основные узлы ты сразу же узнаешь из предыдущих двух моделей. Это увесистая станина, двигатель, основная конструкция, пильная рама и рабочий стол размером 37 на 25 сантиметров. Обращу внимание на небольшой гибкий рукав сверху рамы. Это не подсветка, как можно было бы подумать и как реализовано в модели от Belmash, а рукав обдува. То есть здесь его можно направлять вручную куда угодно, а вот подсветка тут отсутствует. Также сразу отмечу еще одну важную деталь, которой здесь нет, это регулировка оборотов. Станок работает на одной постоянной скорости в 1450 ходов пилки в минуту. Из дополнительных удобных плюшек можно выделить регулируемый защитный пластиковый прозрачный кожух и возможность наклона рабочего стола на угол до 45 градусов. Эта модель самая доступная в моем рейтинге обойдется примерно в 10 тысяч, но вместе с тем простая и компактная. Четвертое место достается представителю Proxon. И сразу мы с тобой видим существенные отличия в дизайне конструкции. Возникает стойкое ощущение, что эта модель собиралась где-то на советском заводе в 80-е. Вся эта угловатая брутальность, минимум дизайнерских изысков и подкупающая простота придают станку некий кредит доверия в плане надежности. Как таковой ярко выраженной станины здесь нет, корпус с двигателем представляет цельную конструкцию, от которой в сторону отведена рука с пильным механизмом. Рабочая область алюминиевая и совсем скромных размеров 16 на 16 сантиметров. Собственно, станок и сам имеет небольшие габариты, ни о какой подсветке, и о защитных экранах разработчики, видимо, даже не слышали. Но зато этот станок обладает довольно перспективной системой регулировки скорости пиления. Мало того, что при мощности всего 85 ватт пилка может разгоняться до 2500 ходов в минуту, так еще и диапазон начинается аж со 150 ходов в минуту. То есть имеется очень большой разброс скоростей, который позволяет настроить станок практически под любую твою задачу. Собрана модель очень качественно и надежно. Механизм крепления пилки можно регулировать по высоте, что дает возможность использовать оснастку длиной до 140 мм. Максимальная высота детали, которую способен обработать станок, составляет 40 мм. Корпус модели крайне компактен, подойдет и для домашней мастерской. Также двигатель при работе издает минимум шума, вероятно, даже меньше, чем подключаемый пылесос. Но при этом модель является самой дорогой в моем рейтинге выложить за нее придется около 30 тысяч рублей. Завершает мой рейтинг крайне интересная модель Мотосо от марки Дремель. Обладает крайне компактными размерами, конструкция станины устроена таким образом, что подразумевает монтаж непосредственно к краю верстака или рабочего стола. Но самое интересное заключается не в этом, а в том, что весь рабочий блок станка можно отделить от рабочей области и получить в руках ручной лобзик. Поэтому вариативность подходов его использования практически бесконечна. Хочешь, используй станок стационарно, а хочешь, подпиливай какие-то точечные элементы детали вручную. Модель способна развивать скорость в 2250 ходов пилки в минуту. Но вот максимальный размер заготовки, с которой можно работать, составляет всего 18 мм. То есть при всей своей вариативности станок накладывает определенные ограничения на тип обрабатываемой детали. Тем не менее, машинка собрана очень качественно, при работе издает минимум звука, имеет простое и понятное управление, которое буквально за считанные минуты смогут освоить даже новички в этой отрасли. Хоть и немного специфичный станок, все же он найдет своего мастера. Правда, назвать модель доступной не получится, обойдется она примерно в 27 тысяч рублей. А на этом все, дорогой друг. Не забудь подписаться на канал Час Ремонта, поддержи меня своим лайком и душевным комментарием. Если нашел станок себе по душе, то сходи в описание, там лежат все ссылки и промокод для тебя. Сейчас я с тобой прощаюсь, встретимся в следующем выпуске.